Вы часто ходите в бане или в сауну? А может быть детей с собой водите или родителей уговариваете? Прекрасно! Тогда это видео именно для вас. Почему? Потому что и баня, и сауна это достаточно такие нагрузочные процедуры, на которые в разные возрастные периоды, при разных заболеваниях, организм реагирует совершенно по-разному. Одни выдерживают, другие нет. Одним идет в плюс, другим в минус. И очень важно правильно понимать посещение бани или басауны не просто как заведомо оздоровительную процедуру, такую, знаете, по умолчанию оздоровительную процедуру. Это две большие разницы. Войти в баню и выйти здоровым или с плюсом по здоровью, это не синонимы. Очень важно правильно сопровождать. Вы знаете, детям нужны одни веники, взрослым другие, мужчинам третьи, женщинам четвертые, при заболевании суставов пятые, при заболеваниях легких шестые. Это целая наука. Это не просто так пришел, попарился, вспотел, оздоровился. По подготовке к бане, вы можете найти другое видео на моем канале. Там я все расписал, рассказал, что нужно делать, основные такие особенности. Конечно, я не учел различные заболевания, потому что это невозможно учить. 300 тысяч болезней, известных сегодня, это 30 тысяч систем подготовки, когда у вас только одно заболевание. Попробуйте скомбинировать, посчитайте на досуге. Если у вас 2 или 3, таких вариантов масса, и, соответственно, меняется подготовка. Поэтому, если вы хотите правильно подготовиться к бане, вы увидите мои контакты, обращайтесь. Что вы должны делать в бане? Первое, что вы должны сделать, это прийти и померить артериальное давление. Если взрослый человек имеет давление 100 на 60, 100 на 70, 90 на 60, то есть в состоянии гипотонии, баня ему противопоказана. Почему? Потому что сосуды расширены и так. Сердцу и так тяжело перекачивать кровь. При таком низком давлении оно устало, ваш организм устал. И это давление показывает степень усталости вашего организма. И нагружать в бане, увеличивать вязкость крови, не советую. Если давление чрезмерно, то есть 140-150 верхние, ну, тут, вы знаете, зависит от биологического возраста. Если нет атерослероза в сосудах, в принципе, баня, расширив сосуды, снизит давление, в принципе, будет неплохо. Если же есть атерослероз сосудов, может быть синдром обкрадывания. Когда сниженное артериальное давление, не проталкивается кровь в сосуды, а там атерослеротическая бляшка, там уже была гипоксия, возникает проблема. Поэтому, померяв давление, вы можете определиться вам в баню, или уже из бани. Что вы должны сделать перед тем, как попариться? Ну, попробуйте все-таки почистить свой организм еще до очистки в парной. Самый простой вариант. Глубокое ведро. Теплая вода, такая умеренно теплая, хорошо теплая. И обычная поваренная соль или морская соль. Вы туда опустили ножки, и минут 15-20 посидите в спокойном состоянии. Кстати, в это время вы можете померить давление, можете выпить чаек, но не потогонный. Вы можете выпить просто теплой воды с медом. Этого вполне достаточно. Ни в коем случае не травки. Только вы включаете потогонные травки, попадая в ваш организм, они выключают ваши почки. Появляется избыток воды в крови, который выходит спотом, вы видите потогонный эффект. Но вы не усилили систему, вы ослабили свой организм. Так делать нельзя. Потогонные еще и в бану брать не стоит. После того, как вы проверили давление, можете или не можете, подчистили минут 15-20 в горячей водичке, самые грязные токси находятся в ногах. Гидростатическое давление, земное притяжение, оно все оставляет там воду. Низкое давление. Грязь в себя находится в ногах, и уставший человек, усталые ноги, говорят о том, что где токсины. Соленая вода легко от вас, из вас их вывела, избавила вас от них. Все прекрасно. Вот после этого вы можете пойти в парную. Для того, чтобы усилить потогонный эффект, реально можно приметь легкий душ. Во-первых, вы грязь смоете, очистите поры кожи, чтобы потение было легко. После этого вы зашли в парную. Да. Попарились, полежали. Желательно, конечно, не лезьте ноги. Знаете, если вы полежите чуть дольше, на более низкой полке, вам это не повредит, вот, а здоровье скорее прибавит, потому что все-таки жесткий перегрев. Чего приводит? Перегревается организм. Да, ваша кожа становится, как моя футболка. Кров под кожей, белки сворачиваются, кровь становится более густой, и напряженная для сердца можете проверить. До порной, после порной посчитайте свой путь. Увидите разницу. Насколько увеличилась сейчас та сокращение сердца. Потому что вы физическую работу не выполнили. Просто работу выполняет ваш организм. Вы его поставили в экстремальные условия перебивания. Он в этих условиях пытается сопротивляться, пытается не дать перегреться себе, поэтому доставляет воду к потовым железам, идет испарение и пытается охладиться таким образом. Вы знаете, самую большую пользу приносит, я вас, наверное, сейчас удивлю, первая потеря. Вот она самая слабая, самая вяленькая. Вот она самая безопасная и самая полезная для вашего здоровья. Уже первое потение удаляет ту кровь, которая находится в кровеносном русле. Вернее, не ту кровь, а ту воду. Кровь становится при этом более густой. Очень плохо потеют женщины, особенно имеющие веетасуистые дистонии. Погадайте с одной попытки, почему у них просто густая кровь, исходно там нет воды и им очень сложно потеть. Они пьют ведрами патагонные чаи, чтобы добавить воду в кровь, блокировать почки и тогда пошел патагонный эффект. Что вы чистите? Воду из стакана пропустили через свой желудок, через кровь и выделили на коже. Где очищение организма? Просто в холостую гоняйте систему. По большому счету, после первого потения я бы советовал бы процедуру расширить. Каким образом? Сделать потение более безопасным. Для этого вы в той же бане можете найти какую-то купель с теплой водой. Можно и с умеренной горячей, где будут травы, где будут морская соль растворены. Оно позволит вам потеть дальше, но безопасно. Второй, третий раз не советовал бы идти в парную по одной простой причине. Дальше вы уже рискуете. Если вы не пьете воду, у вас густеет кровь, и она как губка из синтеткани впитывает воду и испаряет через кожу. С одной стороны, кому это хорошо? Спортсменам. Да, они таким образом рискуют своим здоровьем, сгоняют вес, потому что им нужно перейти в более низкую весовую категорию для достижения каких-то результатов. Да, я понимаю, он меняет свое здоровье на те медали, на те дипломы, грамоты, на какие-то места, может быть, на деньги. Ну, он знает, что делает. Вам зачем идти второй раз в парню? Вы зайдите лучше через несколько дней еще раз. Так безопаснее и лучше очищается ваш организм. Когда вы идете второй раз, нагрузка на сердце приличная, нагрузка на сосуды приличная, вот здесь вот есть риски определенные. Вот. Где еще вы можете порисковать? Когда вы разогрелись, вот так вот кожа красная, вы разогнали это клиент будет, вы разогнали кровообращение, ни в коем случае не нужно футболку резко снимать, ни в коем случае не стоит кожу делать бледной. То есть, загонять себя в холодные процедуры. Не холодный душ, не дай бог бассейн, не ныряй ни в прорубь. Это все исключается. Под кожей находится полтора литра крови. Да, можно. Знаете, классно, драйв. Распаренный человек нырнул в ледяную воду, все прекрасно. Вопрос в чем? Прекрасно вот здесь на уровне эмоций. И очень тяжело для сердца. Потому что под кожей находится полтора литра крови. Резко сокращение сосудов кожи, полтора литра крови пошли в центр. А сердце за одно сокращение 150 мл. Я думаю, что даже не имея хорошего медицинского образования, просто даже понимая с точки зрения эрудиции, что это достаточно нагрузочная процедура для сердца. И сердце заходится, да, хорошо, если оно способно выдержать такой удар. Но не у всех выдерживает. Я знаком с многими банщиками, вот именно после этой процедуры, закаляясь, после распаривания в ледяной воде, не все выныривают живыми. Поэтому берегите себя, берегите свои сосуды, берегите свою жизнь. Как правильно выходить из бани? вы найдете еще одно видео на моем канале. Самое главное, чтобы вы правильно пройдя баню, вы действительно получили реальное оздоровление. И условия для этого я вам подсказал. А дальше не рискуйте больше. Вы знаете, попытка получить больше часто оказывается реально ущербным для здоровья. Не рискуйте. Если вам нужна более подробная информация, вы увидите мои контакты, обращайтесь. отец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.